И вы знаете, прежде чем мы приступим к изучению Священного Писания, я хочу с вами поделиться небольшой историей. Когда я еще был в подростковом возрасте, у меня отец был офицером тоже, и когда он служил в Германии, вот моя юность, скажем так, проходила в Германии. И мы очень часто с ребятами ходили в лес и занимались раскопками. Во времена Великой Отечественной войны в тех местах проходили ожесточенные бои, и много можно было чего интересного найти в земле. И мы копали, искали, но в основном находили, конечно, ржавые какие-то железки, ржавые гильзы, но также иногда находили штык-ножи, каски. И вы знаете, и нам все время хотелось найти что-то такое более ценное, клад какой-нибудь, сокровище. Но ничего мы в том лесу, кроме ржавых железок, так и не нашли. А сегодня я хотел бы с вами поговорить, о что для нас, христиан, является сокровищем. И сегодня мы будем с вами изучать Евангелие от Матфея. С сегодняшнего дня я присоединяюсь к Саше Харлашкину, и мы вместе с ним, и вместе с вами будем продолжать изучать это замечательное Евангелие. И сегодня мы зачитаем 13 главу с 44 по 52 стихи. С 44 по 52 стихи. И здесь записано. Значит, здесь Христос начинает продолжать разъяснять нам о Царстве Небесном. И мы читаем. «Еще, подобно Царству Небесному, сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то. Еще, подобно Царству Небесному, купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще, подобно Царству Небесному, неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, севши хорошее, собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». И спросил их Иисус, «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему, «Так, Господи!» Он же сказал им, «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». В первых притчах этой 13 главы Евангелия от Матфея говорится о разной реакции людей на весть о Божьем Царстве, о его сосуществовании с Царством Сатаны и о том, какую власть и влияние это имеет сегодня в нашем мире. И что от нас зависит, так это быть верными представителями Царствия Небесного и Божьего плана. И Иисус нам показывал, в каких условиях будет созидаться Его Царство. И изучая предыдущий текст, когда проповедовал Саша, мы размышляли над тем, что Бог ожидает не только то, чтобы мы отличались от этого мира, но чтобы мы сами стремились изменять Его к лучшему, оказывать на Него хорошее положительное влияние. И мы должны быть верными представителями Царства Небесного, не боясь враждебного мира, будучи ярким примером для мира и оказывая преображающие действия на этот мир. И вот сегодня мы продолжим размышлять именно над этой же темой быть верным представителем Царствия Небесного. Как мы еще можем быть верными представителями? Показывая людям не мирские ценности, а духовные. Об этом мы будем говорить в первой притче о сокрытом сокровище на поле. Второе. Помогая людям найти Христа. Об этом мы будем говорить, размышляя над второй притчей о драгоценной жемчужине. и благовествуя и хорошим людям, и плохим. Об этом нам будет говорить притча о неводе. Итак, первое. Выбирая не мирские ценности, а духовные. Знаете, в сегодняшнее время вот эта притча о сокрытом сокровище на поле, она для нас звучит, ну, немного как бы странно. Да, ну, сегодня, ну, единичный случай, когда в земле можно найти огромное богатство. Но для жителей Палестины, для жителей Востока, тем более в те времена, это вполне было естественно и понятно. Дело в том, что в Палестине в те времена не было сберегательных банков, как у нас сегодня в стране. И людям где-то как-то надо было хранить свои сбережения. И поэтому они избрали лучшим таким способом, так это где-нибудь закопать, спрятать. У Равинов была даже такая пословица, что для денег есть только одно безопасное место – это земля. Поэтому они прятали деньги вдали от дома. Некоторые на своих участках, если были большие участки. Некоторые, у кого если земельный участок был маленький, уходили в поля и прятали в этих полях, закапывали деньги. Но дело в том, что в те времена, мы знаем, было много войн, и враг мог прийти в твой дом когда угодно. И ты мог лишиться всех своих сбережений сразу же. И причем за эти же сбережения тебя могли еще и убить. Поэтому безопаснее было держать накопленные драгоценности где-нибудь вдали от дома, вот так вот прятав его в полях, и лишь небольшую часть держали у себя дома. И часто бывало такое, что хозяев этих зарытых сокровищ, их убивали, например, в процессе войны. И тогда эти спрятанные сокровища, они становились как бы бесхозными, потому что больше никто не знал, кто их спрятал и где их спрятал. И был также такой закон, что если кто-то находит рассыпанные деньги или какие-нибудь драгоценности, сокровища, спрятанные в земле, но это была твоя земля, то все, что человек нашел, он мог оставить себе. Вот именно поэтому человек, который нашел сокрытое сокровище на поле, он сразу же побежал с целью приобрести это поле, чтобы потом, впоследствии, все найденное на этом поле, чтобы по праву принадлежало ему. Есть разные версии, как этот человек нашел эти драгоценности. Есть версия того, что этот человек, он просто проходил мимо по этому полю, ну, что-то привлекло его внимание, может быть, там запнулся за что-то, потянул, о, вот это повезло, и нашел сокровище. Есть такая версия того, что этот человек обрабатывал землю, то есть, ну, грубо говоря, ему поставили задачу перекопать, перепахать это поле, он обрабатывал эту землю, и в процессе работы он наткнулся на эти драгоценности. Но, как бы он не нашел это сокровище, смысл остается один. Он его и не искал. То есть, он это сокровище нашел абсолютно случайно. Он не искал его целенаправленно. Ну, конечно же, Иисус Христос, когда рассказал эту притчу, он вовсе не имел в виду, чтобы мы сейчас теперь кинулись на все поля перекапывать, что обязательно мы что-нибудь найдем. Он к этому нас не призывал. Он, Христос использовал просто лишь этот пример для того, чтобы более доступно нам объяснить, и чтобы мы поняли ценности Царствия Небесного. Вы только задумайтесь, если нам мирские блага приносят такую большую радость, то какую радость должно нести Царствие Небесное. Так же, как и в этой притче, в нашей жизни может произойти то же самое, что человек не ждет, не ищет никакого Бога, не живет для Бога, вы за Него молитесь, молитесь, а результата никакого нет. Но в какой-то определенный момент у этого человека может произойти просветление разума, и у него откроются глаза на происходящее вокруг. Он увидит, что помимо мирских ценностей, к которым он так привык, есть еще более ценное, более дорогое и более лучшее. И тогда у него будет шанс отказаться от всех своих мирских ценностей и принять вот это сокровище, которым является Христос, принять его в свою жизнь. Есть также такая категория людей, которые принимают Христа сразу же, как только узнают о Нем, о том, что Он распят вместо них за их грехи. Они готовы поменять свои ценности, поменять свой образ жизни, поменять, скажем так, мирское на духовное. Потому что покаяние перед Богом, ведь это же не просто сказать, Господи, прости, не просто попросить у Него прощения, ведь это изменение образа жизни, это преображение в образ Христа. Это значит отказаться от многого мирского, к чему мы так привыкаем. Но, к сожалению, есть и такие, которые упорствуют и не хотят ничего менять. Да их и так в жизни все устраивает, как они говорят. И мы, разговаривая с такими людьми, порой приходим в недоумение, нам непонятно, как можно отказаться от спасения, что это неразумно. Но мы должны понимать, что люди просто этого не понимают. Они отказываются, потому что не понимают. И то, что они отказываются от новшества какого-то, новизны, это, к сожалению, свойственно многим нам тоже. Я могу множество примеров привести к тому, что мы, привыкая к одному, к мирскому какому-нибудь даже предмету, вам говорят, замени, вы нет, я к этому больше уже привык. И нам самим не хочется порой ничего менять. Иисус Христос является вот этим вот сокровищем. И Евангелие это поле, это поле, на котором сокрыто это сокровище. хотя оно и сокрыто, но оно находится не на закрытой охраняемой территории, а на открытом поле. Поэтому всякий, любой желающий, который пожелает, может приходить и копать на этом поле, пусть изучает Писание, пусть вникает в написанное, глубже копает, и тогда найденное сокровище будет твоим. Но многие, к сожалению, игнорируют Евангелие, не желают тратить время на его изучение, потому что они смотрят лишь на поверхность этого поля. И они не видят той драгоценности, которая сокрыта чуть глубже. Они не хотят приложить усилий, чтобы попробовать хотя бы немного копнуть в этом поле. Даже одна мысль только того, что нужно приложить какие-то усилия, что нужно открыть Евангелие почитать. Их это уже напрягает, скажем так, и они не хотят говорить, ой, не, сам читай. И они не хотят ничего делать. Но знаете, если бы реально было бы такое поле, которое было бы просто напичканным всеразличными драгоценностями, всякими драгоценными украшениями, золотом, деньгами, всем, чем только можно. И представьте, если бы на это поле можно было бы приходить всем желающим, и было бы такое, что то, что ты найдешь, ты можешь смело оставлять себе, что это не нарушение закона, что, пожалуйста, государство разрешило тебе это делать, то я думаю, на это поле пошли бы все те, кто ходить умеет. я думаю, в магазине все лопаты бы закончились, все бы было раскуплено. И на самом деле это хоть и вызывает такое, может быть, улыбку на наших лицах, но на самом деле это горькая правда того, что мирское нас влечет больше, чем духовное. А ведь Евангелие это не просто книга, это благая весть о спасении, о нашем спасении. И кто принимает Евангелие, тот приобретает это поле. Он приобретает его ради невидимого сокровища, которое сокрыто в нем. И в Евангелии мы должны увидеть именно Христа. Поэтому кто желает обрести спасение, тот должен быть готов оставить все, к чему он так привязан в этом мире и приобрести Христа. Христос должен стать центральным местом в нашей жизни. Вы знаете, многие люди живут, занимаясь повседневными делами и не задумываясь о спасении, не проявляя интереса к духовному. Да, они зарабатывают себе на жизнь, они получают образование, они делают свою карьеру, и они даже в своей жизни иногда слышат о Христе, христе, они, к сожалению, не видят этой ценности, которую он представляет. Вот именно поэтому мы и должны помочь этим людям увидеть разницу между мирскими ценностями и духовным возрождением, чтобы они увидели ценность именно духовной жизни. Расскажите им о спасительной роли Иисуса Христа, пригласите их в церковь, чаще старайтесь беседовать с ними о духовном, именно о духовном, а не о мирском. И тогда, благодаря действию Духа Святого, наступит время, когда они осознают, насколько бесценной является благая весть о спасении, и тогда они сами станут наследниками Царства Небесного. Поэтому мы должны объяснять людям, рассказывать им о преимуществах духовной жизни, о том, что Господь обещал любящим Его, и что нас ждет в Царстве Небесном. Одним словом, мы должны быть верными представителями Царствия Небесного. И в первую очередь, мы своим личным примером должны показывать вот это преображающее действие и ценность духовной жизни. Люди, глядя на нас, должны задаваться вопросом, что такого в его жизни произошло, что он раньше был вот таким, а сейчас стал вот такой. Что в нем произошло, что повлекло к его таким преобразованиям, что он раньше, ну, грубо говоря, был каким-то злым, а сейчас он не конфликтует, любовь проявляет к другим людям. Что изменило его в лучшую сторону? И они должны задаваться этим вопросом, как он так изменился, что повлияло на него, на эти изменения. И чтобы люди, глядя на нас, чтобы они сами тоже хотели бы этих преобразований, хотели этих изменений, чтобы они стремились и понимали, что лучше отказываться даже от мирских ценностей и приобретать духовное, приобретая Христа. И вот второй важный момент, чтобы быть нам верными представителями Царства Небесного, это мы должны помогать этим людям найти Христа. Во второй притче о драгоценной жемчужине в те времена мы знаем, что в те времена жемчужины представляли огромную ценность. Они были очень дорогими, их состоятельные, богатые люди их коллекционировали, и это считалось таким очень престижным делом. Встречались такие необычайно красивые жемчужины, что люди, которые понимали в них толк, они просто часами могли любоваться на этих жемчужины, получая от этого огромное удовольствие и радость. Некоторые даже испытывали наслаждение только лишь от того, чтобы просто в руках подержать вот эту красивейшую жемчужину. Поэтому многие жаждали найти и приобрести вот это драгоценное сокровище. И люди, которые этим занимались и разбирались в этом, им приходилось проделывать огромный труд, им приходилось путешествовать по всем прибрежным районам, где прошла добыча этих жемчужин, и они искали, они ходили, разговаривали и с продавцами этих жемчужин, и с ныряльщиками, они искали, они большую часть своей жизни посвящали тому, чтобы найти эту драгоценную жемчужину. И когда купец, мы читаем, нашел эту драгоценную жемчужину, он не задумываясь пошел и продал все, что у него уже было. А ведь у него к тому времени было уже достаточно много жемчужин, которым он также радовался, от которых также получал удовольствие и считал, что лучше, наверное, уже нету. Это вот самое лучшее у меня. Но когда он находит более ценное, найдя драгоценнейшую, он пошел и продал все, что имел, к чему так привык, для того, чтобы приобрести лучшее. Интересно, что в этой притче Иисус сравнивает Царство Небесное именно с жемчужиной. В те годы, мы уже знаем, что жемчужина представляла огромную ценность. И это было лучшее, что можно было иметь на те годы. И поэтому Иисус, сравнивая Царствие Небесное с жемчужиной, Он показывает нам, что Царствие Небесное это самое прекрасное, что может человек иметь сегодня. У этого купца было много жемчужин, но только лишь одна была такой драгоценной. На примере нашей жизни можно сказать то же самое, что в этом мире есть много интересных вещей и интересных занятий и многое, что человек находит действительно прекрасным. Но представитель Царствия Небесного понимает, что без Христа ничего не может иметь такую ценность, потому что самой ценностью и является Христос. Да, человек может найти прекрасное и в знании, и в литературе, человек может найти прекрасное и в спорте, и в музыке, и это все прекрасно, но все это не та красота, потому что наивысшая красота заключается в принятии Христа. Все, что человек находит прекрасным в этом мире, да, это тоже своего рода жемчужины, как у этого купца, но самой драгоценной жемчужиной является Христос. В этой притче заложена та же идея, та же идея, что и в предыдущей, с одной лишь разницей. Человек на поле даже не искал сокровища, жемчужиной. в притче жемчужиной человек всю жизнь посвятил себя тому, чтобы найти эту драгоценность. Один человек был бедным, другой богатым, но цена была для них одинакова. это отказаться от всего, что человек имел ради того, чтобы завладеть лучшим. Бог предлагает свое бесценное царство любому, кто поверит в Иисуса Христа. Знаете, сейчас вспоминаю вот эту историю, когда мы ходили на раскопки, искали что-то, сокровище какое-то. Сегодня я понимаю, что наконец-то я это сокровище нашел. И это сокровище Иисус Христос. Желающие иметь спасение во Христе должны быть готовы расстаться с тем, что ему может быть очень дорого, к чему он привык. Все, что противоречит учение Иисуса Христа, все, что нам мешает идти за Христом, что бы это ни было, работа, может быть какие-то привычные вещи, машины, драгоценности даже какие-то, все, что мешает нам идти за Христом, что все, что нас уводит в сторону от поклонения Богу, от прочтения Писания, от сближения со Христом, мы должны быть готовы от всего этого отказаться. Мы должны посвятить свою жизнь прославлению Христа. И вы знаете, очень странная вещь происходит. Очень часто камнем преткновения тем, от чего мы не можем отказаться для того, чтобы следовать за Христом, как ни странно, является грех. Грех, к которому люди так привыкают. И ведь грех, он нас самих же и убивает. И мы привязываемся к нему и послушно идем на погибель. Просто люди не знают другой жизни, что есть намного более лучшая жизнь. Намного более драгоценная жизнь, чем ту, которую они проводят сейчас. Есть люди, которые действительно ищут Бога. Есть люди, которые всю свою жизнь ходят из одной церкви в другую, из одной конфессии в другую, ищут, читают в интернете о церквях, как там проходит служение, как там проходит служение. И люди постоянно находятся в неком таком поиске. И они даже сами порой не понимают, чего они ищут, но интуитивно они ищут Христа. И они верят в то, что где-то действительно есть истинный путь, где-то есть другая жизнь, где-то есть более драгоценная, чем то, что они имеют сейчас. И мы, как верные представители Царства Небесного, должны помочь им в этом поиске. Мы должны помочь им найти Христа. Подарите им эту драгоценную жемчужину, подарите им Евангелие, пожертвуйте своим свободным временем, выделите время для того, чтобы вместе с ними поговорить о духовном, расскажите им о спасении, поговорите о духовном. И многие из нас готовы бы поговорить с этими людьми о Христе, поговорить о спасении с теми, кто ищут. Но возникает вопрос, а как понять из множества людей на улице, кто ищет, а кто нет? Как вычислить того человека, который ищет? А я вам отвечу, а не надо ничего вычислять. Это не наша задача вычислять, будет этот человек спасен или не будет. Кому есть смысл рассказывать Евангелие, а кому нет? Мы должны благовествовать всем, всем подряд. И об этом нам четко говорит третья притча. Притча о заброшенном неводе. Здесь Иисус приводит пример о сфере рыболовства в связи с тем, что вокруг него, в его окружении очень много было людей, которые занимались рыбалкой. А на сегодня нам, чтобы было понятней, почему Христос приводит такой пример, давайте немножечко вникнем, разберемся, как же проходило рыболовство в те годы. Так вот, в Палестине применяли в основном два способа влавливания рыбы. Первый способ назывался, если по-гречески, амфиблистром. Амфиблистром. Это представляла такой собой небольшая сеть округлой формы, небольшая, к центру перевязывалась веревка и крепилась на руку. И вот человек складывал эту сеть, по окончанию, по окружности этой сети были утяжелители, груз. и человек ходил либо вдоль берега, если там сразу было глубоко, либо, немного заходя в воду, аккуратно ходили, выискивали стайки рыб. И, заметив рыбу, рыболов бросал эту сеть, она в полете раскрывалась, падала, грузила опускались на землю, и он, потихоньку подтягивая себе веревку, эти грузила закрывали как бы в купол рыбу, которая попала сюда, и он ее доставал. Но это была мелкая ловля для тех, кто не имели в основном лодки, кто не мог более крупной рыбной ловлей заняться. Но здесь в нашей притче речь идет немного о другом способе ловли. Этот способ назывался сагене применялся большой невод, большой невод и в длину большой и по высоте. На верхнюю часть крепились поплавки, на нижней части были грузила. И на лодках, можно было с берега применяли, допустим, в одном месте крепили эту сеть, и лодка делала круг, постепенно отпуская эту сеть. и все, что попадало в этот круг, потом вытягивалось на берег. Либо двумя лодками просто расходились лодки, и постепенно растягивалась эта сеть, и получалась стена сети от самого верха до самого дна. И эта сеть загребала все, что попадало на ее пути. Попадались туда и водоросли, и мусор, и всякие утонувшие вещи, среди них и многие там драгоценные кувшины всякие там, многие вещи туда попадалось. И как Писание нам говорит, и рыба всякого рода. После этого сеть вытягивали на берег и начинали разбирать улов. И как здесь написано, бесполезное выбрасывали, худое, а хорошее складывали в сосуды. Живую рыбу складывали в сосуды с водой. Это был единственный способ доставить живую рыбу к тому месту, откуда они приплыли. Применительно к церкви, которая является главным представителем здесь на земле представителем Царствия Небесного. Это значит, что церковь не должна разделять людей на хороших и плохих. Она должна быть доступна для всех. людей в том, что церковь существует только для хороших людей, что здесь собираются только те люди, которые покаялись пред Богом, которые не грешат, и только такие люди приходят в церковь. Это только для хороших. Поэтому, когда кто-то допускает из нашей среды какое-то оступление в своей жизни, оступается, спотыкается человек, то может быть, даже он редко начинает ходить в церковь, то многие начинают поднимать вопрос, а почему не отлучаем? Почему не отлучаем? Почему этот человек до сих пор с нами ходит? И многие думают, что он не спасен. Но, друзья мои, мы даже думать так не должны, кто из нас будет спасен, а кто нет. Не нам судить и говорить об этом, кто будет спасен, а кто нет. церковь должна быть открыта для всех и она должна состоять из разных людей. Единственное, что мы можем сделать, это если мы видим, что какой-то брат или сестра духовно больны и нас это беспокоит, мы замечаем, что их духовное состояние, оно ближе к больному, нежели ко здоровому, то мы можем предпринять какие-то действия, чтобы помочь ему увидеть это, чтобы помочь ему выздороветь, побеседовать с ним, побеседовать, рассказать еще раз о Христе, пусть он два раза лучше услышит о Христе, чем у него может быть непонятная каша в голове, и он стесняется как-то об этом озвучить, а мы лишний раз думаем, да что ему говорить, он все знает, поэтому пусть он лучше два раза услышит о своем спасении, пусть он лучше два раза услышит, что Христос это наша драгоценность, это наша жемчужина, чем ни разу, и в дальнейшем тоже стараться с этим человеком общаться больше о духовном, а не о мирском, при необходимости изучать вместе Священное Писание и молиться за Него, чтобы эти люди, которые в нашей среде, но чтобы эти люди задумались над своей годностью, пока не настал час разделения на хорошее и плохое. Вот в этой притче о Неводе Христос хоть и говорит о том, что будет разделение на хорошее и плохое, но Он акцентирует внимание на том, что это разделение это не наша прерогатива, это не мы будем этим заниматься, это прерогатива Царствия Небесного. Давайте с вами еще раз зачитаем 49-й и 50-й стихи этой главы. «Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Вы знаете, чуть ранее, вот когда мы с Сашей изучали притчу о пшенице и плевелах, Христос говорил об этом же. Он, давайте вспомним, 30-й стих этой же главы написано, когда помните, когда пришли рабочие к хозяину, который засеял поле пшеницей, а посмотрели потом, когда взошло все, а там и плевел, и пшеница, все в перемешку. И когда они пришли к хозяину, сказали, давай мы выдернем это все. Хозяин им ответил, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их связки, чтобы сжечь их, и пшеницу уберите в житницу мою. И теперь 39-й стих этой же главы. Жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы. Христос вновь обращает наше внимание на то, что разделяет на худое и плохое, разделяет на грубо говоря, кто будет спасен, кто нет. Это не наша задача. Поэтому мы, мы как неводом должны собирать, ну скажем так, все, всех, кто попадает, может быть, грубо сказано, кто попадает на нашем пути. Всех, кто приходит в церковь, не судить, не разделять, что этот, наверное, спасенный, а этот, это какое-то непонятно, ну ладно, пусть ходит. Мы не должны даже мысли в своей голове таких мыслей допускать, потому что окончательный суд будет у Бога и произойдет это при кончении века. В вопросе благовестия, знаете, мы тоже порой подходим выборочно. мы начинаем про себя говорить. Ну, этот какой-то странный, не пойду к нему. Этот, этот тоже чем-то там своим занят, скорее всего, не будет меня слушать. Этот какой-то пьяненький, не, этот еще тоже там какой-то заумный, сейчас как начнет там умничать, вопросы задавать, невозможно с ним будет разговаривать. И мы ходим и начинаем делить. Мы начинаем делить еще непойманную рыбу. Понимаете? Не должно быть так. Мы не должны перебирать еще то, чего мы даже еще не поймали. И еще часто бывает такое, что нас расстраивают некоторые моменты. Например, мы благовествуем человеку, а человек не откликается, ну, не слышит он нас. Мы говорим ему, говорим, а толку нет. И мы расстраиваемся и вообще перестаем благовествовать. Но давайте вспомним с вами процесс рыбной ловли. Я думаю, многие из вас по телевизору, может быть, в кино где-нибудь видели, как современными методами идет ловля рыбы. Вот вспомните, идет корабль, и вот он уже специальными механизмами, если раньше вручную все тащили, то сейчас подтягивает к себе траловую сеть. далеко не вся рыба, находящаяся в море, попадает в эту сеть. И даже та, которая, казалось бы, попадает в поле захвата, она все равно как-то умудряется уйти. Даже более того, даже та рыба, которая уже в сети, и которая, когда сеть уже вытаскивается на сам берег, все равно находится такая рыба, которая вываливается с этой общей кучи и каким-то вот странным образом и уходит в море. Далеко не вся рыба попадает в сеть, поэтому у нас происходит при благовестии то же самое. Кто-то слушает, прислушивается и спасается а кто-то обходит стороной и не желает даже говорить на эту тему. Он не желает никакого спасения, считая, что у него и так все хорошо. А кто-то даже в церковь приходит, приходит в церковь, начинает ходить на богослужения и, казалось бы, все хорошо, но через какое-то время он раз вываливается из нашей семьи. ему там в миру более интересно. Нам, конечно, становится обидно и жалко таких людей, но так будет всегда. Об этом нам говорит Священное Писание. Даже из тех, кто постоянно находится в церкви, мы не можем судить, кто имеет истинное возрождение, а кто нет. Но Бог разделит на праведных и достойных спасения и на тех, кто недостоин и бесполезен для Царствия Небесного. Но разделять, я еще раз повторю, это не наша прерогатива. Этим будут заниматься ангелы, которых пошлет Бог при кончине века. И пока сеть находится в море, рыбаки не видят, что попало в эту сеть. Поэтому они сеть вытягивают аккуратно и ради того, чтобы не порвать сеть, и ради того доброго, хорошего, которое находится сейчас в этой сети, чтобы не повредить. И как рыбаки, забрасывая невод вылавливают и хорошее, и плохое, так и мы должны благовествовать всем подряд. И хорошим людям, и плохим, и тех, кого знаем, и тех, кого не знаем. Всем. А для себя конкретно на что мы должны обратить внимание, это чтобы нам самим при разделении не оказаться среди негодного. И один из показателей нашей годности это как раз-таки благовестие. Мы сегодня должны задать себе вопросы. Есть ли от меня толк для пополнения Царства Небесного Хоть кто-нибудь хотя бы один через меня нашел Христа? Нашел драгоценную жемчужину? Те люди, которые меня сегодня окружают, их имена будут вписаны в книгу жизни? Я хотя бы усилия к этому хоть какие-то прикладываю? Являюсь ли я сегодня достойным, верным представителем Царствия Небесного? Друзья, ведь мы сегодня с вами имеем дар вечной жизни. И если мы не делимся этим даром, особенно с теми людьми, которые прямым шагом, семимильными шагами идёт на смерть, и если мы этим даром с этим погибающим человеком не делимся, ведь это говорит лишь об одном, что у нас нет любви, а любовь это самое главное, о чём говорил Христос. Поэтому мы должны стараться благовесывать, благовествовать всем. Нам не следует ожидать, что вся рыба, которая будет в неводе, что она будет хорошей. Только в сосудах будет хорошая рыба, а в неводе смесь. В заключении я бы ещё раз хотел бы вам напомнить, что чтобы быть верными представителями Царства Небесного, мы должны помогать людям увидеть не мирские ценности, а духовные. Своей жизнью мы должны свидетельствовать им об этой драгоценности, ценности, чтобы люди, глядя на нас, сами хотели этих изменений в лучшую сторону и понимали, чтобы они понимали, что эти изменения в нас произвёл именно Христос, чтобы у них тоже было желание найти Христа, и мы должны помогать им в этом. Мы должны им рассказывать о спасении, нести им Евангелие и помогать им найти Христа, найти это сокровище. И благовесовать мы должны, не разделяя на тех людей, которые нам нравятся, и тех, которые нам не нравятся, на плохих и хороших. Мы призваны нести Слово Божие в этот мир для всех людей, а уже сам Бог потом отделит, кто достоин войти в Его Царство Небесное, а кто нет. Поэтому пусть Господь благоставит каждого из вас проанализировать свою жизнь и задуматься над своей пригодностью. И если вы чувствуете, что у вас есть какие-то проблемы в отношениях со Христом, то пока еще не поздно, пока еще не наступило вот это разделение на плохое и хорошее, найдите в себе силы восстановить нормальные, правильные отношения со Христом. Поэтому пусть вас Господь в этом благословит и прославляйте свою жизнью Христа. Давайте вставши помолимся. Отец Небесный, именем Господа нашего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты оставил нам Священное Писание в назидание. Спасибо Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам возможность изучать это Писание, чтобы в этом поле находить вот эту драгоценность, которая является для нас Христос. Спасибо Тебя, Господь, за то, что Ты усмотрел эту драгоценную жемчужину для нас. Только благодаря Христу, Господь, мы имеем спасение, и мы безменно Тебя благодарны за то, что Ты нам усмотрел это спасение и даешь шанс спастись каждому человеку, каждому, кто примет Христа как своего Спасителя и будет прославлять Твое великое имя. Я благодарен Тебе, Боже, за вот эту любовь и милость, которую Ты к нам проявляешь, и спасибо за то, что Ты нам даешь разумение и мудрость и понимать Слово Твое, вникать в написанное, и помоги нам, Господь, чтобы мы были не просто слушателями и чтобы мы были настоящими делателями, чтобы мы были верными и достойными представителями Царства Твоего. Благослови нас, Господь, в этом и будь прославлен в нашей жизни. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Продолжение следует...